Хоть машину времени еще не изобрели, попасть в прошлое можно и сейчас. Самый большой заброшенный вокзал на свете, сохранивший в себе дух архитектуры начала 20 века. Города в зонах отчуждения, в которых еще 3000 лет будет царить атмосфера 80-х. Город, который утонул в песке. Французская квартира, которую прозвали Парижской капсулой времени. Загадочная трасса 66. Пристегивайте ремни безопасности. В этом выпуске с помощью нашей машины времени мы отправимся в 5 мест в разных уголках планеты, чтобы ощутить дух прошлого. Самый большой в мире заброшенный вокзал. В 1913 году в Детройте была построена станция для железнодорожной компании Michigan Central Railroad. Спроектировали ее специалисты компании Warren & Wetmore и Reed & Steam, которые также занимались разработкой центрального вокзала Нью-Йорка. Во время строительства Мичиганская станция была самой высокой железнодорожной станцией в мире, а во времена Второй мировой она служила центральным узлом. Но через какое-то время пассажирская посещаемость сошла на нет. Станцию хотели продать, но продажа постоянно терпела неудачу. В 1971 году была предпринята попытка возродить станцию. Были выделены средства и начат ремонт. Однако спустя 17 лет на станции все же был зафиксирован последний поезд, который сделал здесь остановку. Хоть станция уже не работает, по своему назначению более 30 лет, люди сюда до сих пор приезжают, исходя из туристических целей, чтобы посмотреть на произведения архитектурного искусства. Все особенности вокзала были сохранены и стараются сохранить до сих пор, чтобы гости могли лицезреть вокзал таким же, как и много лет назад. В 2018 году здание все же было куплено компанией «Форд». Реконструкцией руководит глава отдела строительства «Форда». Предполагается, что здание вокзала будет выполнять функцию Центра новых разработок компании. Города-призраки в зоне отчуждения Чернобыль и Припят известны во всем мире как зоны отчуждения. О трагедии, случившейся в 1986 году, слышал каждый. Несмотря на то, что зона до сих пор является радиоактивной, некоторые ее бывшие жители незаконно вернулись в свои дома. В основном это были пожилые люди. Разумеется, в городах отчуждения нет ни школ, ни больниц, а в домах, в которые возвращаются или не возвращались их жильцы. Все осталось по-прежнему. Как и в 80-е, по мнению экспертов, для того, чтобы Припять стала снова полностью пригодна к жизни, должно пройти около 3000 лет. Несмотря на то, что место все еще считается радиоактивным, в Припяти и Чернобыле активно проводятся экскурсии. Но гиды успокаивают. Маршруты построены таким образом, что уровень радиации, который вы можете застать, будет минимальным. А именно за день чернобыльской экскурсии туристы получают дозу радиационного облучения в таком же количестве, как за час полета на самолете, что в 160 раз меньше, чем доза, полученная за одну флюорографию. Город, поглощенный пустыней. Жизнь города. Калманскоп. В 20 веке была весьма короткой, но яркой. В начале 20 века эти территории принадлежали Германии. В 1908 году один работник железнодорожной ветки Закария Левал обнаружил в местных песках алмазные вкрапления. После проведения экспертизы было установлено, что это были алмазы. Тогда немецкие шахтеры начали добывать это полезное ископаемое, которое помогло бы территории разбогатеть. Началась алмазная лихорадка. Именно благодаря алмазам место и превратилось в развитый город, в котором располагались не только дома, но и школа, больница, театр, казино, спортзал и даже завод по производству льда и лимонада. Здесь также был установлен первый рентгеновский аппарат в Южном полушарии. Начал ходить первый в Африке трамвай. Однако после Первой мировой уровень добычи алмазов стал снижаться, и уже в 1926 году алмазная жила почти полностью иссякла. Более богатые залежи минералов были найдены южнее, поэтому местные рабочие быстро переметнулись туда. Город постепенно стал пустеть, и в 1954 году окончательно стал городом-призраком. С тех пор природы город то и дело заметается песком. В 1980 году компания De Birs создала из города музеи, и теперь туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть на дома, чьи комнаты наполовину засыпаны. Парижская капсула времени. Парижанка по фамилии де Флориан покинула свою квартиру в спешке перед началом Второй мировой, и в итоге ее жилище оставалось запертым на протяжении 70 лет. После войны она не вернулась. Женщина все это время жила на юге Франции, но продолжала исправно оплачивать коммунальные услуги. Квартира была открыта аукционщиком Оливье Шопен Январе, который был шокирован обстановкой квартиры. Казалось, что время здесь остановилось в тот день, когда хозяйка покинула дом. В квартире была антикварная мебель, дровяная печь, старинные гобелены, игрушки и даже чучело страуса. На стене квартиры висит картина, на которой изображена женщина в летящем розовом платье. Это изображение Марты де Флориан, той самой хозяйки квартиры и актрисы. Согласно экспертизе, работа принадлежала итальянскому художнику Джованни Бальдини. Картина стала самой дорогой работой мастера. Ее стартовая цена была 338 тысяч евро, но в итоге она была продана за 2 миллиона. Писательница Элла Кэрри настолько вдохновилась историей этой женщины, что в 2014 году выпустила книгу «Париж. Капсула времени. Мертвый каньон Лодж» на трассе 66. Трасса 66, она же в разговорной речи главная улица Америки и мать дорог, одной из первых шоссе в США. Открытая магистраль была в ноябре 1926 года, хотя дорожные знаки появились только в следующем году, а полное асфальтовое покрытие дорога получила к 1936 году. Сперва шоссе началось в Чикаго, в штате Иллинойс, и проходило также через штаты Миссури, Канзас, Оклахома и другие. Заканчивалась трасса в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Таким образом, протяженность трассы составляет 3940 километров. Около трассы когда-то существовало местечко Каньон Лодж, представляющее собой что-то вроде кафе, где водители могли остановиться, перекусить и отдохнуть. Но однажды здесь оказался мужчина по имени Гэри Миллер, который посчитал, что данное место идеально подходит для привлечения туристов. Когда-то давно в этих местах произошла битва между индейскими племенами. И тогда Гарри решил раскрутиться за счет мертвых, выставить на продажу якобы останки индейцев, а из местной пещеры сделать бар. Но Миллер не учел, что духи индейцев умеют мстить. Как только пещерный бар был открыт, на мужчину посыпались несчастья. То это было ограбление, то обвинение в тяжких преступлениях, то даже нападение пумы. Точкой кипения стал пожар в Каньон Лоджи, после чего бизнесмен пропал и больше на местных территориях не появлялся. Спустя время и трасса 66 поменяла свое направление. И теперь здесь от прошлого городка остались одни развалины. Друзья, а в каком месте, где замерло время, вы хотели бы побывать? Может быть вы знаете, что можно было бы добавить в этот список? Напишите в комментариях и не забудьте поставить нам лайк. На нашем втором канале с Maps Education мы рассказываем про учебу за границей. Заходите, если вам интересно увидеть и узнать больше про школы, вузы и лагеря за границей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова